МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во всех регионах в области ладятся святочные мероприемства. Курочистости проходите областным центром. Изранку на улице Замковая до Бюста-Машера усклали к ветке. А с площади Пирамоги стартовала зорная эстафета памяти. Подрабвязанностью в нашем материале. Настоящий национальный герой. Руководитель подпольного и партизанского движения Витебщины. Яркий государственный и политический деятель Беларуси. Он очень любил свою землю и свой народ. Таким он застанется в памяти навученцу 17-й Витебской школы. Сегодня тут проходят уроки мужности. Хлопчики и девочки знакомятся с интересными фактами биографии Петра Мироновича Машерова. А допомогает ему гэтым керавник Музея народной славы Лариса Паулова, якая с особливым задовольнением рассказывает детям про славу того земляка. Под час готорки, кроме всех его боевых и профессийных заслуг, обовязково раскрываются и рисы характеру этого великого человека. Мне кажется, это был добрый человек, который всегда готов был прийти к своему товарищу на помощь, всегда всем помогал, был добрый, хороший, отзывчивый человек. Мы читали книги, нам рассказывали в музее много нового, мы узнавали. С именем Петра Мироновича Машерова связаны самые яркие героичные сторонки истории нашей Витебщины. Не выпадково, что уроки мужности дети воспринимают за особливым интересом. До речи, яны сегодня головные герои усих святочных мероприемств. Выхованцы школ города стали светками и врачистого складания кветок до бюста Машерову. Наш четвертый класс вызвался сегодня. Они у нас активисты, они первые захотели побольше узнать о Петре Мироновиче Машерова. Их больше всего пристило, что ему 95 лет исполнилось бы. И эти ребята – это наши подрастающие поколения, на которые, в принципе, можно положить. Люди разных взрослых пришли сюда, ка поддать Данину памяти Петру Мироновичу. И гэта панцовая кветки у гонар слабутого земляка. Человек, которого мы знаем, наверное, с нашего детства еще. Это человек достойный памяти и уважения всего белорусского народа. Люди старейшего поколения зудяшностью вспоминают Петра Мироновича. И особливо гонорация тем, что давялося бачиться с ним и чуть его голос. Было всегда приятно его очень слышать, потому что грамотная, толковая, умная речь водошевляла. Мы его помним еще, когда он прилетал и косил вместе с костями. Такой свой, прошедший войну. Он прошел трудный жизненный путь. Учительство, а потом война, знаете, во время войны, это же самое. Какие это трудности? А послевоенные. Голод, холод, разруха. И надо было восстанавливать это народное хозяйство, это все вот это. И он это сумел, как организатор. Таким я назовжды застанется у памяти людей, доброзачливым и спагадливым человеком с великой литры. Инна Кириенкова, Станислав Дудин, Новины, Витебск. У Полоцким районе пошелась акция «Наш вязковец» промеркованная до 75-ти годы утворения Витебской области. На протягу некольких месяцев сельсоветы района избирали информацию об людях, які все же все прожили у везцы. Добросумленно працавали, выховывали детей и унуков. Яны не отрымали державных узнагород и многих нема у живых. Але добрая память об их справах живая дагетуль. Успе занесены 10 имен, а у гонор кожных зих на местце деяной колисте працавали и будут установлены памятные дожки. Под шильдой клуба спортивного покера «Подпольное казино». У Новополоску спынена деяность нелегального игрального дома. Это была суместная операция с упрацовником Департамента финансовых расследований, Комитета Державной Безпеки, Управление по боротьбе с экономичными злачинствами и АМАПа. У руки наших корреспондентов трапили оперативные вздымки. Как начать операцию, оперативникам пришлось очекать глубокой ночи. Подпольный игральный дом працавал с 23.01 до 6 ранницы. По документах коммерсийная фирма арендовала помешкание для гульни у спортивный покер. На самой же справе, под пристойным прикрытием, тут гуляли на гроши. Подаденных следших доход уладальников подпольного бизнеса складал от 6 до 10 миллионов рублей за ночь. Изъято более 2000 игровых фишек различного номинала, игральные карты, наложен арест на три игровых стола для игры в покер, изъята компьютерная техника и документы. Финансовой милиции в Витебской области проводится проверка по данному факту, по результатам которым будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Клубы спортивного покеру заявились у Витебской области только в минулом году, однако уже в другий раз трапляют у поле зроку правооховников. Так, у Витебску недавно была припынена деятельность подпольного казино, якое день не шала под шильдой спортивного клуба на протягу 4 месяцев у будинку, по иронии лёсу, по суседству с районной прокуратурой. За незаконную предпрымальницкую деятельность в складе организованных групп владальникам подпольных установ погрожает до 7 год позбавление воли. Татьяна Ивановская, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. У гостя Ракии Витеба знайдены мёртвые качки. Як свяжая начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов, оховы новокольного сяродя, Валерий Фан, до качки стали охвяры экологичной недокованности людей. Подкормка пералётных птушек порушает процесс их миграции, и до того, что водоплавные могут сами себя безсудовно прокормить. А давать им хлеб и сухары категорично заборонены. Стравник птушки от такой ежи разбухает и приводит до летального захода. У католиков сегодня попельная сярода. За этого дня начинается Великий пост, и он протягнется 40 дней. По традиции верники будут больше часу отдавать молитвы, читанию Святого Писания с правом милосердности. Частей наведовать субогослужением принято так само устремливаться от забавляльных мероприемств, дренных звычек и инших светских задаванненью. Попельная сярода отрымала свою назву тому, что в этот день принято ходить на месту, по часу какой Святар на лоб верникам, освещенным попелом, наносит выяву к крыжам. Два тыдни таму посаду директора футбольного клуба Витебск занял Юрий Комиссаром. До этого и он больше за 10 годов узначалил спортивную детячую юнацкую школу «Дзвина». С чего ведомый спортивный специалист почал свою работу на новом месте? На каких принципах будет денежать футбольный клуб областного центра? Какие задачи ставить керавництво в селетнем сезоне и каким чином можно добиться поставленной меты? С новым директором сустрелся наш корреспондент Сергей Мисурагин. С Юрием Комиссаровым мы знаем и больше за 10 годов. Зауседы пунктуальны, настроены на деловый лад. По натуре максималист. А тому шмат обдумывал урошение на конприняття клуба. Занявши новую посаду, адрознув, вызнашил для себя прерыт эту праце. Учредитель мне напрямую задачу не ставил. Они понимают, насколько ситуация непростая. Но эту задачу поставил себе я сам. То есть я потребовал, чтобы в контракте было четко прописано. Если я выполняю задачу, которая ставит перед клубом выход в высшую лигу и на следующий год закрепление в высшей лиге, тогда я работаю дальше. Если я эту задачу не выполняю, тогда я не вижу смысла в дальнейшей работе своей. Мара любого керунника собрать коллективу однодумцев, кап разуметь один одного с пауслова и эффекту нарушать поставленные задачи. Пешие кроки у этом на керунку зарабил и Юрий Комиссаров. Учитывая ситуацию финансовую, учитывая наши реалии сегодняшнего дня, конечно, штатное расписание мы бы урезали, сделали его прозрачным. Останутся работать только те люди, которые работают на благо футбола. Еще одним важным решением для нового керунника стали тренерские назначения. В команду были запрошены, я еблые тренеры Юрий Комплев и Сергей Вехтев. Этим специалистом личит Юрий Комиссаров по силах вывести клуб в высшую лигу чемпионату Беларуси. Я считаю, что тренеры Комплев и Вехтев, которые работали в прошлом году, они старались, они доказали свою профпригодность. И искать кого-то на стороне и проходить все заново, то, что мы уже проходили неоднократно, видимо, не имело смысла. Поэтому мы с ними серьезно поговорили о том, чем нам предстоит заниматься и как мы это будем делать. Мы нашли общий язык и будем работать. За разголовную на парадку дня состоится пытание комплектования команды. Кировничество клуба и тренерский штаб ведут перамовы с потенциальными кандидатами. Далее процесс подписания контракта у которых устремливают законодавшие акты, у отповедности с якими придется працевать в усилетнем сезоне. А вот что тыжится месяца проведения домашних сустреч, умовы аренды и инших пытаний, у домовленности к кировничеством ЦСКА практически досягнута. Увы, не кутрокбоковой домовленности помеж к кировничеством клуба, стадиона, игр спортотдела, усилетнем розыгрыше ФК Витебск берет на себе организацию и проведение домашних сустреч чемпионату. А кировничество ЦСКА осваивает шаргу, обещая усилетную поддержку и адекватный кошт за аренду спортивного сбудования. Полное интервью с новым директором ФК Витебск вы сможете убачить на наступном тыдне у программе «Спортинфарм». Сергей Мисурагин, Ярослав Навойков, Новини Витебск. Выпуск новинок этим завершен. Я разведываюся по успеху в справах и до встречи.